Итак, следующий наш видеоурок. Продолжаем расцинание. Главное, переходящее в разминание. Ну, любые техники, какие вы знаете, спиралевидные, в принципе, неплохи, всегда можно применить. Очень приятно для тела человека, любой вам скажет пациент. Если видите где-то какой-нибудь там блочок, то как раз очень хорошо их поглубже. Но можно много раз пройтись, это я просто не хочу на этом устанавливаться, это вы уже маневрируйте, экспериментируйте, как вам будет интереснее. Но мы сейчас переходим к более жестким техникам постепенно. Вот, например, у нас лопатка, то есть мы закончили эти вибрации, перешли к лопаточной зоне. От нее мышцы расположены веерообразную, вот так вот у нас в сторону, да. Поэтому вдоль вот этих как бы веера, да, вот этого, мы стараемся ее растереть обоями ладонями, захватывая трапециевидную мышцу тоже, видите, тоже опять снизу подхватывала валика, да. То есть такой прием, вот он вроде как бы растирания, да, и тоже переходит в разминание. Видно, да, вот сразу валик. Несколько раз я прохожу. Меняем тут же одну руку, то есть сейчас мы двигались рёбрами ладони, да, теперь одну руку меняем на полную открытую ладонь, любую. И у вас получается валик заходит вот сюда, вокруг большого пальца, то есть уже ближе к другу мы подводим, да, и уже получается валик. Потом поменяли эту руку на этом. Далее та рука, которая у вас прямая была, то есть мы вот так долго, да, включаем теперь все предплечье. Мы начинаем вот так вот. Захватываем шею, видите, да, как я ее достаточно резко, агрессивно на себя натягиваю, подхватывая трапециевидную мышцу, а это руку на ладони, да, иду в противофазе. Получается, вот я его валик начинаю скатывать. Точно так же делаю, развернувшись, то есть сейчас мы прокашли вдоль этих всех мульс, да, теперь поперек, ну, то есть перпендикулярно, вот так вот выращиваемся. И дохожу до конца, вещая ягодицу. Потом перехожу в разминание широчайшей мышцы, спины парабритебральные, от самого места крепления ее пытаюсь поймать вот так пальчиками и змейкой, перебрать, да, как бы отпустить змейку так вот, вот эту вот мякоть. Насколько у вас хватает, просто у кого-то кожа плотная, да, там не сжать, тогда вы вот так всей рукой пытаетесь, да, если можно пальчиками схватить, да, то пальчиками. И как вот эту вот змейку мы... Это называется S-образное разминание, как долг такой. Да, S-образное разминание, но его обычно делают вот здесь, вот так вот, да. А мы делаем вдоль вот этой мышцы. Да-да-да, S-образное разминание. Но при нем, смотрите, что у меня происходит. Видите, таз качается. Значит, он расслабился, да? Значит, он расслабился, но я поддаю импульс, то есть у меня ладонь-то еще лежит, и ее уже, значит, подать импульс. Техническая, то есть, да. Да, технически, то есть я продолжаю другую уже вибрацию, более мягкую, да, вот внутренне все-таки запускать. Так, прошлись. И теперь вот очень хорошо продолжаем с лопаткой опять работать. Делаем руки такую, я называю, лапа леопарда. То есть вы должны поджать когти так под себя, чтобы ими не задевать. Прямо в себя практически. А большие пальцы у вас могут играть шире, 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 уже. Так вы чувствуете, да? Ну, и это вот, это вот небольшие, как как бы, если они так говорят, большие тоже работает, да, вверх не сможет подниматься. А эти вот оставшиеся костяшки могут пошире. Я этим пальцем захватываю лопатку с трапетивной мышцей и натягиваю на себя, поднимаю. У здорового человека лопатка должна отрываться от стола. Видите, как у него хорошо ходит, вот она вся, подвижная. Такой у нас в здоровом питании сидит. Ты сказала, она позавидовала. Вот. Получается, сколько, вот смотрите, относительно лопатки у меня захватов. Раз точку приложения, два точку приложения, три точку приложения, да? Ну, если у вас получится четыре, сделать, да? То есть, вот раз, два, три. Потом опять раз и два. И заключительный такой третий для того, чтобы перейти в другую технику. Сразу перехожу уже на локти и на поясницу. Искусство переходов, то, что я сначала говорил, да? Старайтесь делать так, чтобы у вас одна техника переходила в другую технику, а он этого не замечал. То есть, не отрывно. Вот я сделал, да? И сразу я вот тут разминаю, заканчиваю, да, движение. А это рука уже вижу, где? Потом ей же, дохожу сюда. Ну, вот. И просто еще раз трописываю. И поднял ладони. А вот тут прием называется совхождение ножа в масло. Вот прямо вот так вот до локтя. Проскользил. В чем смысл? Вот подвздошная кость, да? Она крепится жестко с крестцом. И именно вот это осуществление поясничное мы должны немножко такого разорвать. Поэтому я, как бы, в него внедряюсь от самого узкого места, от мизинца, да? Шири-шири до ладони. Шири-шири захватываю всю свою, всем своим локтям. И кончиком локтя в конце я еще глубже, вот как бы, между ними прохожу, раздвигая эту часть. И как бы там он может чуть-чуть остановиться зафиксировать. Потому что дальше у нас будет работа с ягодицей. Так. Ну, все ягодицы давайте сразу тоже покажу. Вот этот прием лопатки-ягодицы, да? На чем мы сейчас будем фокусироваться. Нет, не покажу. Это уже у нас будет следующая техника, относящаяся к локтевой работе, да? Поэтому мы ее увидим в следующем видеоролике, а мы сейчас отработаем.